Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Час интервью», я и ведущий Григорий Антимоний. Мы начинаем наш новый сезон в новом дизайне нашей студии. Я с большим удовольствием представлю нашу первую в этом сезоне гостью, народную актрису России Ларису Удовиченко. Вы знаете, прежде чем мы с вами встретились, я сделал такой эксперимент, уже зная, что у нас будет это интервью. Я позвонил десяти разным людям здесь, в Торонто, моим знакомым, сказал, что вот будет интервью с Ларисой Удовиченко. Как вы думаете, какая была реакция? Не могу предположить, потому что молодое поколение, может быть, меня уже и не знает. Они смотрят другие картины, стрелялки, догонялки, экшен, всякие фэнтези. И я все-таки дитя советской эпохи. Ну, я вам скажу так, стопроцентный ответ, стопроцентная реакция, вернее так, не ответ, потому что я вопросов никаких не задавал. Так вот, стопроцентная реакция была такая, вот 10 из 10, маленькая облигация. И вот я потом подумал, вот человек сыграл больше 120 ролей в разных фильмах, у разных режиссеров. И закрепилось, я не говорю, осталось сознание, потому что вам еще играть, в общем, и играть. А закрепилось сознание вот эту роль более чем 30-летней давности. Вас это никак не задевает? Нет, меня не задевает, потому что картина вне времени оказалась. И ее смотрят все, и старшее поколение, которые смотрели еще, когда был премьерный показ, и молодежь, потому что есть фильмы всех времен и народов, и всех поколений, как место встречи изменить нельзя, если мы берем наш советский фильм. Он был выпущен в советские времена, так же, как и Крестный отец, да, Копполы, которому тоже столько же лет, сколько нашей картин. И мне кажется, что да, вот это моя визитная карточка, роль характерная, роль смешная и роль яркая. Все роли яркие, все немножечко с плюсом роли. И, может быть, в этом и причина того, что вот запомнилось, и хорошо. Ну, да, в общем, вас это не обижает и не задевает. Нет, нет. Хорошо, тогда давайте, в общем, может быть, мы немножко поговорим про ваших родителей. Я знаю, что вы родились в Вене, да? Да. Вот этот факт вашей биографии, он как-то отражался на вашей жизни в Советском Союзе? Нет, он не отражался, потому что мой папа был военный врач, и в то время там стояли в Вене советские войска. И поэтому, в общем, они не были, мои родители, ни дипломатами, ни диссидентами, хотя уже в те времена было и такое движение. Вот, папа был абсолютным советским человеком, полковником медицинской службы. И вот этому прекрасному городу я обязана своим рождением. И надо сказать, что вот с тех пор прошла вся моя жизнь, и только в июне месяце я впервые после... В этом году? Да, в этом году. Да что вы. Побывала в Вене и поняла, что это самый красивый город на свете. Я думала, Рим, Париж, Флоренция, Мадрид, вот эти все роскошные города европейские. Нет, Вена, она такая торжественная, она такая строгая, она такая элегантная, и она очень цельная. Эти здания необыкновенной красоты, ничто, нет никаких вкраплений современности, все очень чопортно и так изысканно сохранилось. Поэтому браво, Вена! У ваших родителей была, в общем, совершенно какая-то замечательная история, связанная с их знакомством. Да, да, моя мама из Петербурга, тогда это был Ленинград, и они познакомились во время блокады, и бабушка умерла от голода, семья умирала. А отец встретил маму на улице и как-то вот сразу влюбился в нее, и поскольку он служил на Ладожской дороге, дороге жизни, и были какие-то продовольствия они получали, то вот он помогал, просто спас от смерти, от голода, и после окончания войны приехал и забрал мою маму, и она с ним прожила в разных гарнизонах, то есть не только Лена была. Он так и не демобилизовался, да, он был военным врачом? Нет, он демобилизовался, потом ушел на пенсию, и когда он демобилизовался, мы осели в Одессе. И вот этому прекрасному, дивному городу, море, я обязана своим взрослением, становлением, потому что я, ну, провела самые такие яркие детские, юношеские годы в Одессе. Я там жила с 7 лет. Ваши родители рано ушли из жизни, да? Да, к сожалению, мама умерла в 1975 году, потом в 1981 не стала отца. Да, ну, вся моя родня живет в Одессе и в Петербурге, так что, в общем, эти два прекрасных города, мои родные, я их очень люблю. И в Одессе вы начали сниматься? В Одессе я начала сниматься, да, я училась в... Дело в том, что моя мама несостоявшаяся артистка. Да, она же в Гитмике. Ну, когда началась война, и вот стали умирать близкие, институт эвакуировали, а мама осталась в Ленинграде. Поэтому, выйдя потом замуж за отца и путешествуя по всяким гарнизонам и воинским частям, не имеющим названия, а только номера. Воинская часть такая-то, и четыре цифры могло быть. Но, видимо, вот эта вот мамина жажда к творчеству, к актерству, и как-то во мне продолжилась. И я поступила при Одесской киностудии в студию киноактера. И вот в нашу студию киноактера пришел режиссер Александр Павловский, который искал героиню для своей картины. Это была дипломная работа или дебютная работа. По рассказу Катаева на жены назывался фильм «В результате счастливой кукушки». И там дебютировал Владимир Меншов, тогда еще никому неизвестный. Первая картина Александра Павловского и первая картина моя. Ее недавно показывали по телевизору. И я так была рада и удивлена взглянуть на себя и отметила, что, в общем, я очень хорошо существую в кадре. Хотя меня никто этому не учил, но, вероятно, была такая атмосфера хорошая. А потом, когда есть драматургический материал, который сам за себя уже все, за тебя уже все, ну, решает и дает тебе такую основу и такую подпорку, что, ну, существуй органично, и все будет хорошо. Мне очень нравится этот фильм. Да, я его не видел, к сожалению. Но надо будет поискать. Поищите, да. Да, тем более этот дебют Саши. В общем, да. Да, мы с вами говорили, что мы... И что было дальше? В ГИК сразу же? После школы? Дальше, да, после школы я закончила школу в Одессе и поехала в Москву покорять Москву. Естественно, как всегда, все абитуриенты поступают во все театральные училища. Я просто отнесла документы и в Щупкинское, и в Щепкинское, и в Щупкинское, и во Мхаты, и во ВГИК. Обычный тур, да? Да, обычная ситуация. Но первый, третий тур, вот меня после прослуживания сразу же взяли на третий тур в Авгике. И я его прошла и попала в мастерскую Сергея Полинаровича Герасимова и Тамары Федоровны Макаровой, ну, чьи имена и заслуги перед кинематографом всем известны. Вот, и я очень благодарю судьбу, что я попала в руки именно Тамары Федоровны Макаровой, потому что она меня переделала. Она из меня, как мне казалось, лирической артистки молодой девушки 17 лет, вылепила артистку характерную. И поэтому так долго, наверное, я и существую в нашем кино, и в советском, а потом в российском. И даже были те периоды, когда, если в периоды застоя снималось там 6 картин в год, в 4-х снималась я. Это, опять-таки, благодаря тому, что вот эта характерность, которая всегда востребована, и, может быть, такой оптимизм, который во мне существует, и так или иначе я даже в каких-то драматических своих работах не даю шанса для уныния. И люди это чувствуют, и, может быть, чувствуют режиссеры. Так что вот это все благодаря Тамаре Федоровне. Но я снялась у Сергея Аполлинарича в двух его картинах. Это я помню. Дочки матери к нам приходил Александр Моисеевич Володин на курс, на уроке мастерства. Он приглядывался к студентам, он смотрел наши отрывки, и он уже, исходя из характера и какого-то внешнего облика студентов, выписывал для каждого роль в картине «Дочки матери». Я попала и сыграла одну из главных ролей. Там же встретилась и со Смактуновским. Это же такое великое счастье. Дело в том, что Сергей Аполлинарич всегда репетировал. Это так сейчас уже забыто. Репетируют только Кончаловский и Никита Михалков. У Кончаловского я не снималась, но просто знаю. А у Никиты Сергеевича я снималась в картине небольшой, итальянской. Называлась она «Автостоп». И вот этот застольный репетиционный период, он очень важен, потому что ты ищешь образ, ты привыкаешь к материалу, текст самостоятельно укладывается у тебя в голове, а потом, когда встречаешь такого великого партнера, как Смактуновский, который совершенно невеликий рядом с тобой, а такой же партнер и такой же живой, ты наблюдаешь его кухню, его процесс работы, его нащупывание образа, его размышления, разговоры. И это так все укладывается постепенно, все остается в тебе, наполняет тебя. Поэтому, когда ты приходишь уже на съемочную площадку, ты не пустой, ты абсолютно подготовленный, ты живешь вот этой ролью, которая тебе предложена. А потом еще был другой фильм Герасимова «Красное и черное», где тоже у меня маленький эпизод, но такой получился яркий, запоминающийся эпизод, легкий. Я помню, что Сергей Аполлинаевич тоже, он ведет какие-то предварительные беседы, разговоры, и вот он мне сказал такую вещь, он говорит, «Твоя героиня должна быть такая, как птичка, которая щебечет, 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 а потом застывает в своем кокетстве». И это так мне сразу открыло какую-то дорогу для вот этой моей маленькой роли, но мною любимый, во-первых, потому что еще и это Стендаль, и его текст Стендаля. И надо сказать, что вот тогда, это был 75-й год, а дочке матери 74-й год, или 73-й, когда мы снимали, и уже тогда снимал Герасимов «Живой звук». Мы мало что переозвучивали, переозвучивали только натурные съемки, где есть помехи. А так накрепко закрывались павильоны, пожили две железные двери, укутывалась каким-то поролоном, якобы бесшумная камера, но ее делали бесшумной. И поэтому вот эта живая интонация, которая рождалась, она сохранялась. И Герасимов снимал всегда очень длинные сцены, поэтому была возможность проживания. Снимал общий план, средний план, крупный план, но все вот такими длинными сценами чуть ли не по 10 минут. Я теперь думаю, как это правильно и как это прекрасно. Поэтому все, что осталось после этих режиссеров, мы называем вот этим словом не пафосным, но настоящим словом. Искусство. Потому что все-таки любой жанр, и будь это кино или театр, опера, балет, это все, мы должны стремиться сделать истинным искусством, чтобы, затаив дыхание, зрители смотрели. И боялись оторваться от экрана телевизора, или в кино не отвлеклись бы на телефонный звонок, или если это телевизионный фильм, не жарили бы картошку параллельно. Вот вы сказали, по-моему, очень такую определяющую фразу, что вы продукт советского кино. Мне кажется, что это, ну, в общем, включает в себя массу положительных таких моментов. Прежде всего, профессионализм. И вот как бы вы оценили кино советского периода, я не говорю сейчас о качестве фильмов, идеологическом, вообще это дребедение, не говорю. Я говорю чисто вот как профессионал. И сегодняшнее состояние кино в России. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Понимаете, советское кино было профессиональным кино, отбросив идеологию. Но все службы работали и знали свое дело. Начиная от белошвеек, которые вышивали кружевные платья, шорников, которые шили доспехи для рыцарей и воссоздавали так, как это было на самом деле. Я могу сказать, открыть секрет женский. Ну, вы понимаете, что Советский Союз – это эпоха дефицита. Если у тебя хорошие туфельки, вдруг какая-то там незадача, сломался каблук или что-то, какой-то шов разошелся, сапожные мастерские не берут. Ну, мы все шли к шорникам на Мосфильме, которые своими изумительными руками, своим знанием все могли подчинить, все могли сделать. Были такие службы, о которых только можно сейчас мечтать. Существовало ремесло. В каждой профессии есть такое прекрасное слово – ремесленник. И это ремесло передавалось от мастера к подмастерьям. За гримером стояли помощники гримера, следили каждый жест. Гример, гримируя меня, объяснял своей помощнице молодой. Если, допустим, я гримируюсь, и у меня исторический грим, историческая прическа, она объясняет, что прическу нужно делать так, что если мне в голову вкололи 10 шпилек, то завтра, послезавтра, и через неделю, и через месяц, сколько снимается фильм, каждый раз должны быть именно 10 шпилек, а не 11, тех же самых. Тогда прическа будет соответствовать. Сейчас этого нет. Все визажисты, все под одну гребенку красят. Конечно, что касается ремесла, в чудовищном состоянии. Все потеряно, утрачено. И очень болит душа из-за этого, потому что мы же попробовали это совершенно другой жизни и другой работы. И потом, не говоря уже об этой гонке, 12 часов рабочий день, 15 часов рабочий день, и все хвастаются, вот я снял кино за 25 дней, и что в этом хорошего? Кому нужна эта гонка, если все в попыхах, все абы как? И самое интересное, что сейчас приглашаются, когда эта картина какая-то, ну, с хорошим бюджетом, и не хватает своих специалистов, уже зовут западных. Утеряны. Утеряны навыки, ничего, нет школы. Я не знаю, как. Будет ли возврат? Хочется верить в лучшее. Может быть, и будет, но... Ну, знаете, на мой взгляд, в последние годы появляются хорошие молодые режиссеры, интересные. Да. Вот, и просто мы здесь имеем возможность, в общем, смотреть. И мне кажется, что какое-то... Можно говорить о каком-нибудь... Ну, может быть, не возражено тенденции, такой позитивной в этом смысле. Ну да, когда нет кальки с американского кино, когда нет шаблонов, а сейчас очень много все на шаблонах построено, а вдруг есть какое-то свое чувствование и отсутствие чернухи. Вот уж чего не люблю чернуху. Понимаешь, что режиссер хороший, Стигарев, да? Фильм «Волчок» – прекрасно сделанное кино. Но кино чернушное, поэтому мое сердце сопротивляется. Я не пускаю этот фильм и этого режиссера. Мне не хочется, чтобы вот такой хороший режиссер уходил в эту чернуху. А вот и последние картины Абдоти Смирновой просто прелестны. И я не посмотрела «Ко-ко-ко» на премьере. И потом была в Петербурге на гастролях, и был свободный вечер вдруг. И мы побежали, Жанна и Пле, купили билеты, сидели в маленьком зале, в кинотеатре, потому что это, слава Богу, что существуют эти маленькие залы, кинотеатры, в кинотеатрах, где собирается публика, которая пришла смотреть вот именно такое, настоящее. И так было приятно смотреть, сидеть со зрителями и слушать реакцию, и слушать, как они повторяют фразы. И я радовалась, что вот такая хорошая картина, и что темы нравственные вскрываются. И это очень важно, и это главное. И потом с Абдоти было интервью, и с Аней Михалковой, и они рассуждали про такой, вот такой русский народ, или вот такой русский народ. И Абдоти сказал, это все русский народ, и такой, и такой, мы все вместе, просто мы идем разными параллелями, и по-разному чувствуем, но это все русский народ. Да, нет, она хороший режиссер. Хороший режиссер, молодец, браво. Я, знаете, еще хотел спросить, как с кино там более-менее понятно, вот я думаю, что по вашей занятости в таком количестве фильмов, можно сказать, что вы человек востребованный, у вас наверняка есть даже возможность выбирать. Вот это я хочу, а это не хочу. Это так? Конечно, да. А вот как складывались ваши отношения со сценой? Ну, во-первых, так как я заканчивала институт кинематографии и много работала, то к сцене путь был непрост. И впервые, когда вот началось это антрепризное движение, мне предложил попробовать... Это в 90-х годах. В 90-х годах предложил попробовать свои силы Виталий Соломин. Была выбрана пьеса Александра Галина, прекрасная пьеса. Называлась она «Сирена и Виктория». Там три актера. Виталий Соломин, Ирина Розанова была приглашена, прекрасная театральная артистка. И «Я ничего не умеющая» кинематографическое. Погодите, погодите. Вы же были в штате театра киноактеров. Я была в штате театра киноактеров, но я никогда не работала там. То есть это чисто формально? В театре, да. Это формально, потому что я очень много снималась, и у меня просто не было физически времени. Хотя меня приглашали в постановки, и, может быть, если бы не такая большая занятость в кино, то я бы на сцену вступила и раньше. Но здесь Виталий Соломин, которому я сказала, ничего не умею, не знаю. А он говорит, а я тебе научу, а я тебе помогу. И вот я прошла блестящую школу у этого большого мастера сцены. Мы никуда не спешили, не торопились. Я волновалась. Мы долго репетировали. Он сказал, мы будем репетировать столько, пока не уйдет страх, пока ты уже не поймешь, что да, что можно выходить на сцену перед зрителем. И вот благодаря Виталиеву и Ирине Розановой я прошла вот эту школу и прохожу ее каждый раз, потому что у меня были репетиции. Я начинала спектакль Утрушкина, где партнерами был Золотухин, Басилашвили, Равикович. И мы тоже репетировали месяца два, но в результате проект не состоялся, с моим участием не состоялся проект. Ну, вот этот процесс, репетиция, любовь моя, вот это, конечно, большое удовольствие, большая школа. Я учусь по сей день, учусь у мастеров больших, если ты оказываешься в кадре с Алисой Френдли, и у мастеров, которые, но все равно вдруг стали мастерами, но еще молодые, если я репетировала с Евгением Мироновым, лет 15 назад или 16, он еще не завоевал такого своего имени, но это было видно, что это просто необыкновенно талантливый человек, на грани гениальности. Я боюсь вот этих слов и определений, но я считаю, что просто он великий артист, такой разносторонний, такой разноплановый, такой яркий, и вот это тот артист, которого можно смотреть с замиранием сердца. Ну, кстати, я хотел вас спросить, у вас, ну, вот вы сейчас сказали про Евгению Мироновым, у вас вообще было множество очень интересных партнеров, я говорю сейчас о кино прежде всего, вот как вы считаете, каких вы встречали людей в своей жизни, я имею ввиду партнеров, совпадало ли понятие талантливый артист и интересный человек? не всегда, вы знаете, не всегда, но чаще всего так, да, или, может быть, люди не открываются до конца, пришел, отработал, сделал свое дело хорошо и профессионально, и побежал по каким-то там более важным делам семейным, но чаще всего, наверное, да, нет, мне никто не мешал, нет, никто не мешал. бездарные и мало талантливые, они, да, они фанфароны, и это видно сразу, видно всем, и все сразу понимают, что человек случайно оказался с тобой в кадре, но бывает ситуация, когда уже ничего сделать невозможно, и ты вынужден терпеть, но те, кто действительно большие артисты, они всегда доброжелательны, и никто не тянет одеяло на себя, вот я сейчас вспоминаю, вы сказали, что 120 картин, я сейчас вспоминаю, может быть, кто-то мне мешал, нет, не мешали, нет, не мешали. Молодежь бывает вот так вот сейчас, к сожалению, очень как-то безразлично относится к работе, и они все с этими мобильными телефонами, в карманах, в костюмах, даже исторический костюм, где-нибудь там в складке платья убран, или фартука, мобильный телефон, как будто бы вот здесь эта жизнь важнее, убран звук, но все потом смотрят, кто звонил, я прихожу на съемочную площадку, я оставляю телефон в гримерной, я даже забываю, выключаю звук, и забываю, что у меня существует этот телефон, или не хотят помогать, как-то подыгрывать, тоже были ситуации, когда просто я была в растерянности, и помню, что мы снимали с Алисой Бруновной, Френдлих, в фильме «Женская логика», то она в луже лежала, и подыгрывала мне, я над ней там склонилась, то потом в эту же лужу ложилась я, просто у нас даже, мы не задумывались на том, что ты лежишь в луже, и можно отказаться, как не помочь своему коллеге, это невероятно, все-таки то поколение, оно совсем другое, мы более воспитаны, иначе относимся к тому делу, которым занимаемся, или даже, что касается спектаклей, интерпризных, я прямо стучу кулаком, и всех призываю к дисциплине. Вы сказали о Алисе Бруновне, напомнили мне одну ситуацию, в связи с этим такой вопрос, вот вы, вашу дочь, растили и воспитывали сами, или кто-то этим занимался? Ну, конечно, у нас были какие-то приходящие няньки, которые приходили, чтобы погулять, или если я снималась, то провести целый день с ребенком, но все равно, когда она была маленькая, моя дочь, я выбирала такие картины, чтобы не уезжать из Москвы, и все-таки ограничила поток съемочный, чтобы больше времени с дочкой проводить, но вдруг оказалось, что и этого было мало, и она мне сказала, однажды, будучи маленькой, ну, уже училась в школе, она сказала, представляешь, как вот Насте Михайловой повезло из нашего класса, я говорю, что такое? Она, ее мама преподает в нашей школе, поэтому Настя с мамой все время и в школе, и потом с мамой идет после школы домой. Я говорю, ну, я ведь тоже все время дома, я ведь не так много снимаюсь, не пропадаю с утра до вечера. Да, да, конечно, сказала она мне, но, тем не менее, вот это вырвалось, представляешь, как повезло. Понятно. Да, помогали, конечно. Я просто вспомнил одну фразу Алисы Фрейндлих, она сказала, что вот моей Варваре совершенно все равно, кто ей там давал манную кашу, и главное, что ее мама Алиса Фрейндлих. Вот у нее такая позиция. Ну, может быть, это, так сказать, позиция Алисы Брудовны и их взаимоотношения с дочерью, их именно взаимоотношения у нас совсем другие. И так как уже как бы люди осмелели, появились вот эти фотоаппараты, потом мобильные телефоны, все щелкают и просят сфотографироваться, и, в общем, как-то... Я всегда своей дочке говорила, тише, не говори, что ты моя дочь, чтобы тебя не замучили вопросами. Потом, когда начался разгул этой желтой прессы, уже начались какие-то фантазии и безнаказанное печатание каких-то небылиц. Вот. Поэтому она уже росла в то время, когда нельзя говорить, что мама и артистка известная, что говорить... Да, нет, вот на фамилице. И она вот в этом существовала. Поэтому, когда она закончила школу, я думала, что она должна быть артисткой. Мне хотелось бы, чтобы она занималась в творческой профессии. Она сказала, да ни за что на свете. Ты живешь в бесконечном страхе, что ты не подходишь к мобильному, к телефону только через автоответчик. По мобильному не отвечаешь, если высвечивается незнакомый номер, я ни за что не отвечу. Не открываешь двери людям, если кто-то звонит в домофон. Меняешь голос, спрашиваешь, кто? Вот. Так что она была так отравлена вот этой другой стороной нашей профессии, и если ты успешен в профессии, что ни за что не захотела, и закончила экономический факультет. Международную экономику. Она же снималась в кино? Она снялась со мной в картине. Да, назывался фильм «Шуба Моя Люба». Ей было 11 лет, когда она снималась. И она хорошо сыграла свою роль. И она очень фотогенична. У нее изумительная лепка лица. Это очень важно для кино. И она хорошо выполняла требования режиссера. Но ее не повело. А если не ведет душа, то не нужно заниматься творчеством. Хотя она занималась музыкой, и была способной. Мы думали, что она будет музыкантом, потому что мой муж, отец моей мати, моей Маши, ну, по первой своей профессии музыкант. Он закончил Тбилисскую консерваторию, он пианист. И мы думали, что все равно творческое начало должно быть. Нет, нет, нет и нет. И более того, она закончила Плехановскую академию, академию международную экономику. И дорожевала в Париже все на французском языке. А теперь учится в Италии. В школе моды и дизайна, которая известна на весь мир, в Милане. И учится по профессии, знаете, какой? Экономика в моде. Так это замечательно. Ни фотография, ни дизайн, ни моделирование. Экономика. Я смотрю на свою дочь и диву даюсь. Ну, наверное, в этом тоже какая-то, не скажу, романтика, но, в общем, наверное, что-то творческое. Ну, не знаю. Я вот, вы сказали, не скажу, вот и я не скажу. Я ничего не скажу, только вот руками могу развести. Ну, думаю, в любом случае нужно уважать выборы наших детей. Безусловно. О чем вы говорите? Просто для меня этот выбор настолько удивителен и невероятен. Мне кажется, что прекраснее творчества нет ничего на спите. Да, говорят, что есть две вещи, в котором можно проследить в каждом человеке участие творца. Это творчество и совесть. Как хорошо. Ну... Да. Ну, творчество не так мучит, как совесть бывает, если что-то не так. Вот знаете, хотел еще вас спросить. Вы... Такое не даст. Вы несколько раз говорили про все эти современные атрибуты мобильники и прочее. А вы вообще считаете себя современным человеком? Вот, например, вы как с компьютером, с интернетом? Ну, я вынуждена пользоваться айпадом или айпэдом, как правильно говорить. Ну, если вы берете... Айпад, да? Айпад, да? Все-таки я правильно говорю айпад. Потому что меня поправляют и айпад присылают сценарий, я должна прочитать, присылают почту. Но я не выхожу ни на какую связь, никакие фейсбуки, ничего, потому что я не могу на это тратить время. Лучше я возьму Людмилу Улицкую книжку и почитаю мою любимую писательницу или открою Пушкина. А вы знаете, что у вас есть интернетовский фан-клуб? Я знаю, да. Ну, я даже в него не захожу. Мне что-то рассказывают мои друзья, но я боюсь. Я не хочу ни в чем участвовать. Я так себя ну, как-то сохраняю для себя. Хотя мои вот молодые и немолодые коллеги, мы сегодня прилетели, я побежала к вам на интервью, а они все спустились вниз и уже все сидят перед мониторами и все уже рассылают какие-то письма, печатают. Я думаю, боже мой, это ведь на это все нужно тратить время. То есть это как бы не такая важная переписка, а пустая переписка. Ну, вот мне так кажется, потому что есть какие-то вещи, которые мне ну, больше интересны. Например? Например, когда я уезжаю отдыхать, я все равно беру с собой айпад, потому что мне может мой агент прислать какой-то сценарий или какую-то информацию, но я тащу и книги. И спрашиваю у умных людей, какие книги нужно сейчас читать и что хорошего появилось, чтобы не размениваться на на пустое. И вот тащу. Сейчас я читаю Дину Рубину, которую я раньше не читала. Улицкая это моя любовь, а Дина Рубина новая. в общем, да, обе замечательные писательницы. Кстати, вот на вашем этом самом фан-клубе я там прочитал несколько забавных вещей по поводу вас. Вот скажите, что из этого правда? Значит, во-первых, никаких денег. Вот такой девиз. Второе... Ну, ограничиваю себя и все считаю. Конечно. Безусловно. Да, ну, потому что там написано... Нет диет, изнуряющий сегодня с утром съешьте яйцо, через два часа стакан кефира и на ночь яблоко. Да, ни за что на свете. Но я всегда понимаю, что я могу съесть, а что нет. Никаких никаких сладостей, никаких пирожков, никакого хлеба. Все-таки, ну, потому что там очень так лихо написано, что не знает, в общем, за столом удержу ни дома, ни в гостях. Удержу не знаю, если это вкусно. Я очень вкусно готовлю дома. И у меня было столько поездок и путешествий вот сейчас заграничных, что я прилетела и сварила, хотя я одна сейчас, я сварила огромную кастрюлю борща литров пять. Неделю ела и еще осталась. Вот прилетела к вам сюда, поставила на такой холодный режим в холодильнике, приеду буду доедать. Да, это здорово. Вообще, борщ, который постоял, это замечательная штука. Это с Одессы еще? Это с Одессы. Вы сказали по Одессе. Конечно. У меня была такая соседка Юлия Ивановна, которая рассказывала, как фаршировать рыбу, какие нюансы, как шейку фаршировать куриную, как варить борщ. И борщ нужно варить на медленном огне, и можно бросить даже все компоненты одновременно. Но главное, чтобы огонь был медленным, тогда эти овощи не будут переварены, они сохранят витамины, сохранят цвет, сохранят такую немножечко хрустящость. И как только борщ закипит, постоять над ним минутки-две, снять с огня, накрыть крышкой, и все. И он настоится, как компот. Компот тоже нельзя варить, как в Одессе говоришь, что ты варишь компот, как будто кипятишь белье, он у тебя вот так бурлеет, компот должен настояться. И поэтому компот вкусный такой, когда в нем очень много разных фруктов. И они не переварены. – Одесса в вас до сих пор. – Одесса моя любовь. Она во мне. – Ну хорошо, дальше то, что я нашел в вашем фан-клубе интернетовском. Любительницы интеллектуального кино. Это правда? – Да. – Правда? – Да. – Тут не собрали? – Нет. – Тогда у меня такой встречный вопрос. А почему вы не снимались в интеллектуальном кино? – Не зовут. – Правда? – Да, наверное, я имею совсем не интеллектуальный вид. Ну, у меня есть ход. Когда меня приглашают на какие-то интервью, такие с подковыркой интеллектуальные наши ведущие, допустим, Берман и Жандарев, я им говорю, «Ой, я такая глупая, такая дурочка, вы такие умные, нет, я не смогу, зачем же я буду выглядеть совсем глупо на вашей передаче?» Они таят и говорят, «Ну, что вы, Ларисочка, мы не будем задавать сложный вопрос». Это смешно. И еще меня там немножко удивила такая характеристика «любит бездельничать». Обожаю. Я просто подумал, как человек, который снялся в таком количестве фильмов, как он любит бездельничать, как он может. Я так устала от работы. Это конечно, это же работать, работа по неволе, как говорится. Ты идешь на творчество, а потом тебя начинают с этим творчеством так эксплуатировать, вот так же, как и наш спектакль, который мы привезли. Очень интересная пьеса мексиканского автора Эмилия Кабарилья и очень талантливая режиссер Нина Чусова. Поэтому я шла с великой радостью в талантливые руки этого режиссера. Но у меня должна была быть еще второй состав. Я хотела, и вторым составом была бы прекрасная Женя Добровольская, которая приходила тоже на репетиции. Я говорил, Женя, ты не обманешь, ты будешь, потому что намечается большое количество гастролей. и она говорит, да, да, конечно, в результате нет, Женя, одна я. И еще съемки. И приглашают режиссеры, которые мои, которых я люблю, и которые, если нет роли в сценарии, они специально что-то пишут для меня. и зная меня уже выстраивают эту роль, как я могу отказаться. Поэтому получается, что очень много работы, много гастролей, поездок, съемки, и я так люблю бездельничать. Я выключаю телефоны, вынимаю просто из розетки, если это дома, выключаю мобильный телефон, и бездельничаю. Вот еще одна меня удивила ваша фраза, в нескольких интервью это проскакивало. Мне надоело быть актрисой. Надоело. Надоело. И еще вы сказали как-то, что я не принадлежу к тем актрисам, которые, в общем, просыпаются с мыслью, какую бы мне роль сыграть. Да, абсолютно верно. Не фан-клуб. Спасибо, браво, не солгали, да. Все абсолютно так. Я просыпаюсь и думаю, какую бы мне роль не сыграть. Еще. И дочка мне говорит, мама, ну что ты, так и будешь до смерти работать. Я говорю, ну не знаю, что же делать, но вот так как-то складывается жизнь. Мне кажется, что нет, все. но бывают какие-то моменты, когда я себе вырываю отдых, особенно на лето, просто заранее ставлю условия, что все, нет, меня месяц не будет, уезжаем. Вы знаете, вы вот в моей жизни первая актриса, которая так о себе говорит, что мне надоело, я хочу, в общем, отдыхать, конечно, мне надоело. Если вы придете на завтрашний спектакль, вы поймете, почему мне это надоело. Хотя спектакль очень тяжелый, очень тяжелый эмоциональный и физический, и зараза, Нина Чусова, зараза, я с любовью говорю. Мы там в конце танцуем очень долго с балетными танцорами сложный танец сальса. И мы его танцуем и танцуем, танцуем и танцуем. И Нина сказала, зараза, зрители должны устать смотреть, как долго и прекрасно вы танцуете. А вы должны танцевать, как будто вы можете танцевать еще ну полчаса. И я и танцевать ее можно бесконечно, там много всяких ходов. И мой партнер Евгений Кюрзитис, у которого не такая большая роль, как у меня и у Жанны Эпли, он любит танцевать, он танцует и танцует. Я ему говорю, все, я ухожу. Он говорит, ну зрители же хотят, мы это говорим, не открывая рта, чтобы никто не понял, что вы говорите. Они же хотят, ты видишь, они афлодируют. Я говорю, я больше не могу, сейчас умру. Уходим. И я делаю те движения, после которых уже прекращается танец. Ну, кстати, сказать, было очень приятно узнать, что все билеты проданы на выступление в Торонто. Это, в общем, далеко не всегда так бывает. с приезжающими из Москвы. В общем, вас любят, помнят. Главное, не разочаровать. Вы собираетесь уйти, отдыхать, но это же приятно, вот это ощущение, когда тебя узнают, когда ты востребована. Ну, когда хорошо выглядишь, вот я забежала в русскую парикмахерскую, прежде чем к вам прийти. У меня очень много дел. Не успела прилететь, нужно было тут же отыскать платья, отгладить, заскочить в парикмахерскую, сделать макияж, сфотографироваться с сенатором, посплетничать со всеми, прийти к вам, еще побежать по старому городу, по даунтауну погулять, выпить снотворную таблетку и лечь спать, чтобы... А завтра не агара. А потом репетиция перед спектаклем, а потом спектакль. Ну... А хочется жить. В общем, для многих ваша профессия это и не жизнь. А профессия не жизнь, нет, это все время преодоление, это бесконечное преодоление, это все время себя, себя все время держишь, ты не можешь сказать, я устала, все. Ты не имеешь на это права, потому что потому что есть команда, потому что есть партнеры, потому что есть люди, которые тебя окружают, которые тебя принимают, ну, есть зрители, которых ты не имеешь права разочаровать, поэтому я так люблю бездельничать за закрытыми дверями дома. Еще один вопрос. Вы тоже довольно редкий человек, который говорит, что не любит Москву. Да. Причем вы так настойчиво, упорно, вот из года в год эту тему повторяете. Да, говорю это, а сейчас с каждым днем все большее год. человек уже привык, может быть, перестанет, упорно эту тему. Нет, упорно. С 72-го года я живу в Москве, и она не стала моей. Ну, потому что она она холодная, она без души, Москва. Сейчас так тем более вообще всю душу убили. Ну, да, Арбатские переулочки, выходные дни. Можно прогуляться, пройти, посмотреть на дома, посокрушаться, что завтра будет понедельник, и все будет заставлено машинами. Нет, она большая, она очень сложная. Это город бесконечное преодоление. Бесконечное. В Москве нет жизни, нет общения. Хорошо, если ты по телефону поговоришь, если в машине блютус, а у меня блютусы это большая радость. потому если ты едешь куда-то час-полтора и обратно час-полтора, хотя бы ты сделаешь какие-то звонки, поговоришь с близкими, с родными, с друзьями, но общения нет. В Москве не может быть общения. Только тогда, когда ты работаешь и общаешься с теми людьми, которые с тобой связаны по работе. Эта работа закончилась, у нас появились другие люди с другой работой, ты с ними общаешься до тех пор, пока она не закончится, эта работа. Поэтому я не люблю эту Москву с точечными застройками. У меня был такой хороший район, красивый. Я живу в Октябрьское поле, улице Кузьмена, вот этот поселок художников, как раз напротив поселка художников на улице Алабяна. Вдруг в каждой песочнице, потому что хороший район, выросли небоскребы. Ну, ладно, Москва Бог, хорошо, Москва не ваша, не моя. Ну, а чем вам Венеция не угодила? Чем мне Венеция не угодила? Мертвый город. Вот, кстати, я потом читала воспоминания Высоцкого, или Марина написала, Володя, или прерванный полет, да, это было в книге Марины Влади. И она писала о том, что Высоцкий называл Венецию мертвым городом. Вот, для меня он тоже абсолютно мертвый город, не мой, а Флоренция мой. Ну, Флоренция ваша дочь, да? училась там три месяца, теперь она в Милане. А Милан совершенно тоже другой, непонятный, какой-то невкусный Милан. Там очень красивая галерея, естественно, собор, и, конечно, ласкало, и больше ничего. А дальше он какой-то непонятный, а есть вот эти вот города. Это не значит, что я бы в них жила. живу я в Москве и буду в ней жить, и буду преодолевать этот тяжелый город. Никто не скажет, что он простой, но очень тяжелый, потому что здесь уже мои корни и мое дело, от которого я устала, но все равно я в этом деле. Если я попадаю, то я стараюсь это делать без халтуры. Ну, в общем, я думаю, что завтрашние зрители это оценят. У вас еще несколько спектаклей в Канаде, да? Да, 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 в Атабе, в Монреале. Ну, я думаю, что тамошним зрителям, наверное, повезет больше, поскольку у них еще есть возможность приобрести билеты и вас увидеть. К сожалению, жители Торонто уже этой возможности лишены тех, кто хотели бы попасть. Вот, я еще хотел сказать, где-то я прочитал, что вы собирались, ну, так сказали, сказали, что вот в следующей жизни я хотел бы стать кошкой. Кошкой, да. Это очень симпатичный музык. показалось, но я вам желаю как можно дольше оставаться Ларисой Довиченко, вот, и, в общем, немножко повременить с уходом в кошки, да, в общем, настолько, насколько это, в общем, будет возможно. Спасибо. Спасибо, что вы пришли, я желаю вам удачи в вашем турне по Канаде и вообще в жизни. Да, жизнь турне, да, вы очень точно заметили. У нас в эфире была Лариса Удовиченко. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин